Продолжение следует... Скажите, пожалуйста, Захадид и Аркитекты уже работали в Москве. У вас явно есть планы здесь. Что привело вас сюда и какие вызовы ставит перед вами Москва и какие сами вы перед собой ставите задачи? Продолжение следует... Мы в хорошем положении для того, чтобы вносить положительный вклад в диалог, который сейчас идет. Это очень такой плодотворный, интересный диалог, и мы гордимся, что участвуем в этом процессе. В то же время у нас целый ряд уже реализуемых проектов Технопарк, Сколково, работа над проектом «Экология рабочего места для 21 века». Несколько проектов закончено. Доронинвилла, другие, также Южный порт, генплан Южного порта и прекрасный новый проект в сотрудничестве с Кростом. Тут я бы хотел об этом вам чуть подробнее сегодня рассказать. Мы включаем презентацию? Как я уже говорил, мы тесно работаем над проектами трансформации городской среды, жилых домов по всему миру, и в частности в России и в Москве, где я возглавляю наши российские проекты. Наша работа в России, самая разнообразная, это и частные здания, штаб-квартиры, компании, какие-то работы над московскими фасадами, программы реновации, и также есть проекты в Сколково со Сбербанком. Есть также предложения, которые стараются раздвинуть границы привычной жизни в городах. Это программа реновации в Кузьминках, также визуальные проекты для бизнес-культурного центра на проспекте маршала Жукова. Но, кроме того, мы работаем в проекте Smart City, зумные города. Есть предложения по Рублево-Ахангельскому району, там такие трехмерные высотные здания, небоскребы. Это здание, которое само по себе становится городом. Мы также занимаемся дизайном инфраструктуры, например, метро, Кленовый бульвар. Также жилые здания, где мы работаем с различными клиентами, участвуем в конкурсах, тендерах. Все это посвящено новому подходу к организации офисов и жилых зданий. Конкретно, вот в этом конкретном случае я бы хотел вам рассказать подробнее о районе 82. Это такой технократический термин. Это такой микрорайон в хорошем мневниках. Это действительно очень инновационный подход. Мы воспринимаем всю территорию целиком. Это новый подход к новому типу жизни. Несколько слов об этом скажу. Фактически, это несколько таких строений на нижних этажах. Там такой сложный, интересный подиум и при этом пять башен разной высоты, которые свои формы как бы обозначают социальную, с одной стороны, сферу проекта, и при этом частное жилье. Это, так сказать, трехмерная организация пространства. На нижнем этаже мы пытаемся разорвать вот этот подиум, сделать его более открытым. Затем есть такое кольцо из строения низкой высоты. И там для самых разных функций. Это и какие-то культурные центры, небольшие театры, библиотеки, пространство для каворкинга, какое-то недорогое жилье и более роскошные компоненты повыше, вот эти пять башен. На нижних этажах мы особым образом подходим к форме этих этажей, не только с точки зрения конструкции, но и то, как организованное пространство, эти вот разрывы пространства, какие-то открытые территории, и там есть публичные, какие-то общественные пространства, парки, общественные пространства для мероприятий внутри и снаружи, есть также места для магазинов и коммерческой недвижимости. Нам кажется, что это то, что Москве нужно, это вполне реалистичный проект. Тут мы используем разные уровни, не только башни, но и разные вот эти уровни. Подиум такой из низкоэтажной застройки, и о чем Сергей Аскарович еще говорил, сами башни дают определенную плотность этому району, они оживляют коммерческие и социальные аспекты жизни. И все это должно восприниматься как такое сочетание высотной застройки, невысокой застройки, и это как бы объединение разных подходов. Вот этот подиумный уровень не менее важен, чем и сами башни. Кроме того, понятно, что у разных людей разные нужды, у нас есть такие открытые офисные пространства, и они могут занимать часть вот этого маловысотного кольца. Это дает своеобразную гибкость, позволяет разделить это пространство на разные функциональные зоны, заточив их под нужды конкретных пользователей. Кроме того, вертикальные линии башен дают возможность использовать это вот кольцо в качестве объединяющего элемента для всего созвездия компонентов. Это такой комплексный интегрированный дизайн. Сами башни тоже имеют разную высоту. Предлагается, что у каждой будет свой уровень, своя высота, и, конечно, будут вот эти вот террасы, на которых можно сделать зеленые насаждения, зеленые кровли, куда пользователи или жители этих строений получат доступ. Будет достаточно воздуха, вентиляции, и некоторые из этих террас можно будет использовать для каких-то мероприятий. Это практически как ландшафт, где можно перемещаться на различных уровнях и искать новые точки, новые ракурсы на город. Сами башни, как типология, башня всегда воспринимается как символ, как некое инженерное творение, достижение инженерной мысли. И сейчас строительство небоскребов достигло некой оптимальной точки с точки зрения инженерных решений и дизайна. И башни могут быть красивыми, небоскребы могут быть красивыми, очень функциональными одновременно с точки зрения общественной жизни. И мы, это как такие светильники, которые освещают ночное небо Москвы. И как этого можно добиться? Мы берем традиционные вот эти эркеры, которые как бы выступают на улицу, и мы их трансформируем в более современную форму в виде таких пузырей или таких как бы слезинок, которые мы видим на фасаде башен. И это такие вот особые формы внутри башен. Там мы можем увеличивать это пространство, например, если это квартира или офис. И можно использовать это эркерное пространство для того, чтобы видеть Москву под иным ракурсом. У нас тут дополнительные террасы, дополнительные внутренние пространства внутри этих небоскребов. Еще один момент. Мы говорим о башнях обычно и говорим, как они воспринимаются с улицы. И это правильно. Но и у башни есть и аспекты внутреннего восприятия, внутренней жизни. Что мы видим, находясь в башне, как мы видим город, находясь внутри. Это тоже важная часть человеческого опыта, как город видит самого себя. Поэтому башня – это не просто некий высокий символ, который рассматривается снаружи и шедевр инженерной мысли, но и в то же время мы можем из башни посмотреть обратно на город. Это тоже важный и интересный аспект, опыт. Когда думаешь, как реализовать этот проект, конечно, тут нужно полагаться на последние технологии в области использования стекла для строительства, также технологии цифрового дизайна, чтобы все это разработать с идеальными расчетами, точностью. Но всегда мы в своей работе используем принципы художественной целостности. То есть должен быть такой творческий характер у проекта, чтобы он был в конечном итоге красивым. Небоскребы могут быть символами города, выражать его красоту. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, когда я скажу, что вот этот проект – это очень красивые башни, и от них Москва только выиграет. Конечно, остекление фасадов постоянно развивается во всем мире, в Китае, в США. Постоянно возникают инновации в этой области, и мы считаем, что московский рынок как раз готов к подобным зданиям, к тому, чтобы они появлялись. И здесь мы сотрудничаем с компанией Крост над этим проектом, и это нам помогает быть уверенными, что у нас все получится, и мы реализуем этот новый тип проекта жилых зданий. И при этом параллельно мы занимаемся вопросами устойчивого развития, социального такого сцепления, интеграции. Это тоже важная часть нашей работы, нашей задачи, которую мы перед собой ставим. Мы используем интегрированный такой целостный подход, но при этом он не скучный, он не слишком однообразный. И вот как мы можем использовать высотное строение для жилья. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...